итак добро пожаловать мы снова мы снова ведем трансляцию из кафе мороженого в испании погода отличная всех приветствую добро пожаловать на этот вебинар перископинар история на 1 миллион долларов с вами алекс айвинга и холла амигос а сегодня мы поговорим на русском языке в прошлый раз эфир был на английском и было видно как но многие просто не ставили не лайков вообще не понимали что происходит вроде бы русский мужик сидит а говорит по-английски да холла амигос today we speak обла руссо today we speak russian next time we speak english no problem итак добро пожаловать всех приветствую а для начала давайте традиционная наша перекличка кто из какого города откуда вы сейчас я сейчас нахожусь в испании в городке то ревьеха город для пенсионеров испаньол поки то поки то блин вот прям си си значит по-испански я еще не говорю да сегодня мы находимся в этом же самому кафе мороженого здесь йогурты и самое главное здесь есть вай-фай ребята москал never sleep да да всем привет холла так финланд приветствую александр привет иркутск марина да всех приветствую сегодня today with story about one million dollars part six да сегодня шестая часть и сегодня нет english вечером english будет вечером в 6 8 часов вечера у нас будет вебинар по английскому для тех кто там ставим лайки так подключились подключились вижу е подключились хорошо ну что опять мороженое да скоро щеки будут вот такие вот но ничего работа есть работа ребят работа есть работа repeat me так сегодня у нас с вами по плану я вам расскажу историю о том как был создан продюсерский центр санград и это очень интересная полезная штука потому что это вам возможно даст новую модель бизнеса ибо продюсирование как вид бизнеса он очень очень интересный поэтому если вашим друзьям может быть тоже интересно поэтому снизу вверх делимся с друзьями справа если у вас айфон тоже делимся друзьями зовите их всех сюда будем будем делиться ценные полезные информации расскажу одну очень получительную историю которая может вам помочь очень сильно если вам такая например бизнес модель подойдет то это потенциально очень много денег да оффлайны оффлайны пока нет но есть в перспективе благодарю всех за 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 шеринги поставьте сердечки этим смелым людям и мои до громкие аплодисменты здравствуй елена казанцова-бурагина здравствуй 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 благодарю марина леночка я тебя благодарю партнер влога а просто join но ничего тоже хорошо что эти сердечки ребят вам ставим сердечки для тех кто в первый раз на самом деле чем здесь занимаются я что-то интересное типа умное рассказываю а люди постоянно нажимают на экран и от этого появляется такой эффект сердечек прикольная фишка перископа по-моему она и как раз таки оживляет любой эфир ну собственно чего вам зубы заговариваю ну что готовы пальцы вверх если готовы я вам расскажу историю на миллион долларов как создавался продюсерский центр санград и вообще откуда все ноги растут вообще что такое продюсирование вкратце тоже немножко расскажу и так напишите готовы и поехали значит помните в прошлом раз я вам рассказывал о том как мы запускали старта эксперт систем с ильей чуваком был очень громкий проект там с привлечением и инвестиций и с самыми такими ну в общем громкими провалами ну и вот представьте ситуация вы должны примерно полтора миллиона рублей а нужно где-то откуда придумать у вас еще безумно кассовый разрыв состоянии на нуле то есть такое состояние опустошения может быть когда-нибудь испытывали такое то есть когда вроде бы ты с одной стороны вроде как что-то должен делать но делать вообще не хочется то есть бывало такое что уже все пережегся и я знаю что у многих тех кто занимается инфобизнесом это состояние приходит где-то на второй третий год когда уже выговорился когда уже ты не можешь и что-то там изобрести но ты уже ты уже все сказал то есть вот это состояние когда тебе сказать нечего уже состояние когда ты ты уже не то чтобы нечего ты даже не хочешь ничего говорить бывало у вас такое пальцы вверх если бывало и вот в 2012 в двенадцатом году то есть у меня был вот такой итог с одной стороны мы там запустили проект реалити шоу с выручкой в девять миллионов 8 миллионов рублей ну и девять с половиной мы потратили и там еще одна история была как-нибудь вам попозже о ней расскажу так вот состояние было ну такое убийственное делать вообще ничего не хотелось у кого такое бывало поставьте сердечко просто нажмите на экран так вот сижу значит я на Тарайском острове Самуи вокруг погода отличная народ позитивный значит все отдыхают первое там ну не первое января ну это где-то 3 января 2013 года а у меня депрессняк жуткий ну просто такой вот жуткий что просыпаться не хочется и думаю блин надо вот какую-то такую большую цель чтобы зажгло ну вот как вот в этих всех учебниках и тренингах учатся да и сам в общем со сцены говоришь что надо придумать большую цель большая цель даст тебе большую энергию а тебе просыпаться не хочется просто вот такое состояние вот разбудите меня завтра вообще вот может быть даже кому-то это знакомо и вот в таком вот состоянии я вспоминаю что на острове Самуи есть моя давнишняя клиентка Наталья Наталья Лапшичева она занимается тета-хиллингом я думаю о прикольные какие-то там тета-медитации надо попробовать ну а что уже там что угодно уже готов то есть вот к состоянии когда тебе уже плохо и там уже готов не знаю там помазать куриным пометом голову лишь бы отпустило в общем я говорю ну ладно тета-медитация так тета-медитация в общем списались с Наташей приезжаю там седлаю свой большой громкий чоппер приезжаю там к ней и она предлагает слушай а поехали на Копанган там есть классное место на севере там можно на Копангане на север уехать и там есть классный отель там вот такая красивая очень коса вот прям на севере на юге там одни торчки наркоманы а вот на севере там очень красиво в общем уезжаем мы на север медитация меня просто вынесло значит она там загружает по полной погружает в состояние вот знаете состояние когда ты может быть кому-то знакомо когда ты вроде бы уже засыпаешь да такое состояние но ты вроде бы еще не уснул но у тебя уже картинки какие-то мелькают знакомо то есть состояние когда ты попадаешь в фазу быстрого сна в этот момент меня начинает вштыривать то есть о а что ты хочешь а представь себя через пять лет а представь как это выглядит ну вот эти в общем то стандартные коучерские штучки в сочетании с медитацией я реально вижу город я реально вижу людей которые что-то делают обучаются то есть люди которые ну вот живут знанием то есть у которых вот вот эта вот ценность саморазвития она стоит превыше всего людей интересных умных то есть не вот ну ну я немножко такой наверное до конца еще не супер супер всех люблю да ну вот ну короче не быдло вот и вот люди которые действительно заняты не только саморазвитием но еще и самореализацией и вот у меня прям штыривают причем мы ничего не курили вот ничего не принимали и я начинаю это видеть я это вижу четко ясно конкретно у меня прям картинка перед глазами я понимаю что о это оно а что должен занимать чем должен заниматься этот город да а какая роль моя в этом городе я понял что моя роль в этом городе это быть основателем то есть быть человеком который даст этот вот первичный импульс человеком который выведет это сообщество людей которым ну которые стремятся к знанию скажем так то есть это если в двух словах то есть это люди которые стремятся к знанию и тут меня просто полностью накрывает Я понимаю, что да, в этом городе должен жить не только я, потому что до этого у меня как бы по, если по ранним выступлениям, может быть, кто-то видел, у меня постоянно было, я в принципе люблю о себе поговорить, но вот раньше это было вообще капец. То есть я, 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 мне, 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 то есть вот конкретно гребем под себя. Я понял, у меня тут доходит такая простая вещь, что нужно не только самому зарабатывать, да, есть, конечно же, там клиенты, там отзывы и прочее, но создать такую среду, где зарабатывают могут все, где расти могут все. То есть такое пространство, от прикосновения с которым у человека происходит подъем по энергетике, по финансам, то есть начинает переть. Вот помните, вот может быть состояние, когда вас прет, вот когда оно прет, вот там клиент прет, вот как лосось на нерест. Вот это состояние, вот чтобы именно Санград стал таким ресурсным местом, попадая в который, у человека начинают переть дела просто. То есть сделать для этого все. Естественно, сейчас от самого человека тоже требуется, например, там, хочешь быть успешным, ну, понятное дело, там, нужно английский, нужно, там, обладать маркетингом, там, либо свой бизнес построить. Либо стать классным профессионалом, но просто не просто таким, знаете, классным профессионалом. Ну, многие вот, особенно в Москве есть такое понятие, как я классный профессионал, ну, просто профессионал. Ну, то есть там, на каком-то уровне человек застрял, и я говорю профессионал именно с мировой точки зрения. Когда я эту тему начал рассказывать Саше Чайковскому, то есть парень из Белоруссии, он уже, в принципе, тогда был неплохим копирайтером. Я говорю, Саша, а вот тебе было бы интересно стать копирайтером мирового уровня? Я вижу, как у него глаза зажигаются мирового уровня Ну, то есть уровня Халберта, уровня Дэна Кеннеди То есть стать с, ну, скажем, даже не рядом с ними, а им на плечи Потому что каждое следующее поколение должно быть лучше, должно быть умнее, должно быть богаче Вот эта идея, вот такого постоянного самосовершенствования, она заложена в фундамент Санграда А ведь по сути это что? Санград это продюсерский, с одной стороны, это продюсерский центр, да? Где я нахожу гениев или клиентов, которые приходят к нам и хотят, в общем, какого-то роста Хотят конкретно получить пользу, хотят, ну, там, заработать денег или реализовать свой потенциал Но чаще всего приходят люди, которым мало по жизни Вот которые чувствуют внутри потенциал, но он недораскрытый И вот как раз тогда вышло, вы понимаете, о чем я говорю? Поставьте сердечко, вот если вы чувствуете в себе вот этот недореализованный потенциал Вот недовольство может быть где-то какое-то, что вот я могу больше Я способен на больше, я способна на больше То есть вот для таких людей создан город мастеров, где мастеров Вот реализация этого потенциала, когда вы становитесь мастером с большой буквы Деньги это следствие вашего профессионализма и вашего мастерства То есть даже не важно, в чем вы одеты Там дорогая на вас одежда или там у вас вы ездите на Феррари или Порше Не важно, важно какой вы профессионал Важно, насколько вы реализовали свой потенциал Насколько эта ценность рыночная, оценена людьми Что деньги нам же подумать, да, нам же не Господь Бог сверху сыпет Там, как на многих эзотерических тренингах, знаете, учат, что Сейчас я намедитирую и бабки пойдут Они сами встанут и пойдут Деньги нам дает общество, деньги нам дает социум И вот это меня просто настолько вштырило То есть что нужно, чтобы, например, лично мне иметь много денег, больше денег, да Мне нужно создать большую ценность Большую ценность для всех людей, которые с этим соприкасаются Чтобы человек сразу видел, заходит, о, я вижу здесь массу точек для своего роста То есть такое место силы То есть там, что, я хочу стать международного уровня Я хочу там строить бизнес, я хочу на международном уровне Я хочу иметь доходы в долларах или евро О, прикольно, здесь есть английский Бац, зашли там, а там гений по-английскому Или я хочу какую-то интересную, у меня есть какая-то идея по бизнесу Да, там, раз есть у нас там круг капитанов бизнеса в городе мастеров То есть для предпринимателей пространства Или, например, человек понимает, ну, не все рождены предпринимателями Ну, реально не все, это не всем надо Человек говорит, о, я хочу реализовать себя как профессионал Это мы сейчас вот тоже там запустили проект по дистанционным профессиям По новым, потому что умирают старые профессии Приходят новые профессии Сколково целое исследование на эту тему провело К 2020 году умрет примерно половина тех профессий, которых мы знаем Где-то роботами заменят, где-то с компьютерными программами Ну, даже, не знаю, вот помните вот эту историю с менеджерами по туризму Огромное количество людей было, работало вот в этих туристических агентствах Сейчас кому это нужно? Зашел на one-two-trip какой-нибудь, заказал себе билеты Тут же на букинге заказал отель, все, тебе не нужен турагент Мир изменился Вот мы как раз-таки в Санград, основная идея, которая туда же закладывается То есть мы стремимся не туда, где сейчас мир есть А туда, где он будет И мы понимаем, где он будет Мы понимаем, куда все это идет То есть у меня есть видение четкое, да, то есть куда идет этот, куда катится этот мир Мы его потихонечку туда, это, стараемся катить Но не мы только, да, это команда И очень важную роль как раз-таки этого бы не произошло, если бы не команда Санград То есть это самый большой ресурс То есть это те специалисты, которых вы не видите Но которые подготавливают вебинары, которые пишут письма, там, сделают всю эту красоту То есть люди, которые стоят как бы за кадром То есть моя задача, она вот быть на сцене То есть человеком, который является вот таким рупором Санграда Человеком, который, там, занимается продюсированием Человеком, это одна из моих ролей, там, несколько И у каждого из вас тоже своя роль вот в этом большом интересном шоу Под названием «Город мастеров» Потому что вот задача-то как раз-таки в своей жизни реализовать тот потенциал мастера Который заложен в каждом из вас Каждый здесь присутствующий, это мастер Вопрос проявленности вашего мастерства остается открытым И он остается за вами Но я верю, что внутри каждого из вас живет этот самый мастер Который смотрит на это все и понимает О, я хочу реализоваться Да, понятно, что у нас иногда бывают сомнения Иногда бывают тревоги Но этот мастер никогда вас не покидает Вот что самое ценное И вот задача нашего города как раз-таки раскрывать этого мастера Ну, я иногда говорю, там, гений внутри вас Но никто не верит, что он гений Никто не верит, что он гений Даже гений У меня есть несколько, вот, например, там, автор по английскому языку Король Дид Он не считает себя гением Но он гений Ну, там, и по нумерологии смотрел И по всяким разным тестам Да и потому, что создает У гения всегда есть шедевр Но человек, раскрывая свой потенциал По сути, он раскрывает себе вот этого гения Мастер всегда гениален И вы все гениальны Каждый из вас гений Ну, просто вот Кто-то раскрылся, кто-то еще нет Кто-то еще зреет У кого-то еще там какие-то сомнения А магнолия, а могу ли я А достоин ли я А получится ли у меня Кто-то говорит Не, нифига, я все уже знаю Алекс, что ты мне здесь рассказываешь Давай конкретные инструменты Вот, конкретные инструменты Обычно мы как раз-таки даем на тренингах На платных, бесплатных Ну, это не по перископу рассказывается Да и неинтересно Когда я вышел из медитации Меня это все настолько, все сложилось Я понял, что О, я знаю, чем я займусь следующие 20 лет Вот просто вот настолько четко То есть Это не бизнес, в который, знаете, пришел Срубил бабла и ушел Это про строительство Это про фундамент Это про постоянное улучшение Вот очень здорово, что Мы с вами на самом деле вместе создаем То есть Даже каждым ретвитом Вы делаете вклад в развитие этого города Каждым сердечком на перископе Ну, маленький вклад Ну, уже каждый ваш результат В каком-то из тренингов Это вклад в город мастеров Потому что Мы заинтересованы в вашем личном результате Потому что это служит примером для всех остальных Понятно, да? То есть Ваш успех равно наш успех И в каком-то смысле Он уже неотделим Есть люди Вот, например, вот как Леночка Брагина Ей подаешь идею Лена, давай конференции Лена тоже талантливый продюсер По-своему У нее своя бизнес-модель Говоришь, Лена Надо делать конференции Все Иногда человеку даешь просто идею Он ее пошел и дальше внедрил Сейчас весь интернет пестрит конференциями учеников Лены Казанцевой Брагиной Возможно, вы даже сами были Какие-то из них качественные Какие-то из них Ну, как бы, видно, что первое Но люди растут Люди растут И там видно, что идет улучшение Там от конференции Конференции Это как частный пример Таких примеров много Очень хочется про вас рассказывать Про ваши примеры Про ваши успехи Вот это очень важно Вот все эти успехи Они на самом деле Невозможны без хорошей команды Которая все это делает для вас Насколько для вас тема команды Интересна для того, чтобы дальше Раскрывать То есть, кто нужен Где их брать Как управлять Что вообще каждый из них делает То есть, на каждой стадии бизнеса То есть, насколько для вас эта тема интересна Насколько тема горячая То есть, тема команды Потому что скоро я буду в Москве Скоро буду в Москве Испанское лето закончится Зима близко Вот И для того, чтобы Да, вот В команде проще Очень здорово Очень здорово То есть, для того, чтобы, например, уехать куда-нибудь в Таиланд Или в Испанию Команда нужна Без нее Ну, как бы Вы толком не попутешествуете Или Если команды нет То превращайтесь в клавиатурного дятла Если вам, например, не хочется путешествовать Вот У меня к вам вопрос Напишите сейчас По шкале от 1 до 10 Насколько вам эта тема интересна Сколько ее стоит развивать Потому что Есть много чего сказать Потому что Вот с 2013 года 13, 14, 15 Я усиленно занимался командой То есть, я полностью погружался во все эти процессы От найма Мотивации Обучения Инструкции Увольнения Да, да, да И вот, например, там Как уволить человека Чтобы остаться с ними в хороших отношениях И в партнерах Вот Это очень тоже интересно То есть Насколько вообще вам эта тема интересна Так Тема вижу интересно Хорошо Давайте я ее подготовлю В виде какого-то конкретного предложения Есть несколько интересных мыслей Потому что есть чем поделиться Есть много наработок Которые могут помочь именно вам Грех в себе такой таить Потому что За каждым успешным предпринимателем Всегда стоит команда Всегда Любого возьмите Вот Один в поле не воин И Эта тема такая Очень интересная Поэтому Если вам сегодня понравилось Да Вот напишите Что из вот того Что я вам сегодня рассказал Вроде бы я рассказал Про то Как я съездил на Копангане На медитацию И Алекса Штырева Ну а теперь Такой вопрос Напишите здесь Что ценного сегодня В этом перископе Вы для себя подчеркнули Что для вас конкретно было Да Даже за поп-звездой Тем более За поп-звездой У поп-звезды Не только еще Огромная команда У них еще Огромная команда Коучей Один по танцам Другой по вокалу Третий по публичным выступлениям В том числе Да Там же Им же нужно давать интервью Там четвертый По финансам Пятый По какому-нибудь Кикбоксингу Вдруг в кино сниматься Там За каждой звездой Всегда стоит Большая команда Не только Людей Но еще и Коучей Тренеров Инструкторов Очень интересная Большая тема Большая тема Ну как-нибудь В следующий раз Что еще ценного Вы для себя Сегодня почерпнули Или это была Просто вода Солнце Спание Пальмы Какой-то бородатый Мужик в шляпе Да Команда Это сила Команда Действительно Это сила Потому что Лучше Получать Один процент От ста людей Усилий Стать человек Чем сто процентов От одного себя Это очень Очень Большая Важная тема Потому что Многие Из-за перфекционизма Пытаются сделать все сами Превращаются В такого Многорукого Быстронога Но и по итогу Получается Что ничего не успеваем Тема делегирования Особенно на старте Бизнеса Вот это Очень тема На самом деле Для многих Острая А что Для себя Ценного Вы Сегодня Почерпнули Teamwork Yes Of course А что ценного Для себя Вы сейчас Получили Вот сегодня Уже В моменте Что-то щелкнуло Какое-то просветление Там Inside Потому что Например Одна даже мысль О том Чтобы поставить себе Цель На 20 лет Вперед Вот если кто-то Это увидел Да Внутри А таких вещей Сегодня много Прозвучало Оно уже Дает вам Не просто Какое-то там Ооо Я больше денег Заработаю Оно и здесь И сейчас И потом То есть Это создает Такой мощный Вектор движения Что еще ценного Вы для себя Сегодня подчеркнули Напишите Так Развить большую часть Своих сфер Нужно развиваться Смотря далеко в будущее Короля играет Свита 100% Лен 100% Отлично Отлично Если для вас Это ценно И команда Конечно То поделитесь Со своими друзьями Если вы еще Этого не сделали Поделитесь с ними Пускай Это разлетается По планете Потому что Город мастеров Продюсерский центр Санград Это больше чем Просто продюсерский центр Да Где там Есть звезды Есть слушатели Это место силы В котором Растет каждый Кто с ним соприкасается То есть Это такая Гравитационное поле Но сфера Которую мы создаем Вокруг земли Своими шерингами Своими лайками Да Я вижу Подключается больше людей И это хороший Показатель роста Всех благодарю За сердечки Делимся с друзьями Если вы еще До сих пор Этого не сделали В следующий раз У нас эфир будет На английском языке Если с английским Туго То Вечером у нас Вебинар С королем Дидом Английский учим Потому что без него Какого-то серьезного Успеха не будет То есть Это как бы Всего лишь ограниченность Русским рынком Хотя многие говорят Да Нам бы здесь развернуться На самом деле Мало Мало Вот Английский учим Я для вас подготовлю Материал по команде И 30-го Да Would you like to listen? Окей И 30-го октября То есть уже Вот в конце этого месяца Я буду в Москве Отметьте этот день В календаре Мысленно Примеряйтесь на себя Поездку Будет для чего Будет то Что принесет вам Конкретную выгоду От этого визита Ну что ж На сегодня это все С вами был Алекс Айвенга И до новых встреч See you next time guys Спасибо Продолжение следует...